Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины. Немецкая газета назвала детали санкции США против Северного потока-2. В Великобритании заявили о необходимости деэскалации конфликта НАТО с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной не заржавеет. По его словам, возможная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет полезной для понимания того, как Зеленский ведет движение к выполнению митских договоренностей после неоднозначных и противоречивых заявлений, сделанных представителями его офиса. Также он заявил, что возможность обсуждения президентами двух стран отношений России и Украины зависит не от Москвы. Лавров уточнил, что российская сторона не сокращала двусторонних отношений и не прерывала транспортное сообщение. В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Барбек считает, что у новой украинской власти есть шанс улучшить отношения с Россией. Без сомнений, несмотря на пять лет противоречий руководства в Москве и российский народ с теплотой относятся к Украине. Да, сегодня не самые простые времена, но новая власть в Киеве получает возможность перевернуть конфликтную страницу истории своих предшественников и начать с чистого листа разговор с Россией для последующего улучшения отношений между двумя странами. По словам парламентария, увидев позитивные шаги к сближению со стороны украинского руководства, Россия не станет откладывать в долгий ящик возобновления как экономических, так и политических связей с Украиной. Барбек также добавил, что встреча российского и украинского лидера в ходе саммита в нормандском формате, запланированного на 9 декабря, может стать историческим шагом по возобновлению двусторонних отношений. США намерены добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток-2». Об этом ссылаясь на источники в американском Сенате, сообщает немецкая газета «Билд». По информации издания, ограничения против партнеров проекта в ЕС войдут в закон о военном бюджете США на следующий год. Так, под санкции может подпасть швейцарская компания «Олсис», которая занимается укладкой подводных трубопроводов и кабелей, а также ряд немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом». В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РТ заявил, что США, используя политические инструменты, заставляют страны прогибаться под себя. «Это намерение абсолютно незаконное, поскольку налицо, по сути, нездоровая конкуренция. Американцы пытаются заставить европейцев отказаться от дешевого российского газа, а самое главное – от надежного поставщика и подсадить всех на свой сжиженный газ. Я считаю, это недопустимо». Джабаров также выразил мнение, что Вашингтон интересует не благополучие Европы и ее безопасность, а только сохранение власти над этими странами и коммерческий интерес. Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин поддерживает стремление французского лидера Эммануэля Макрона добиться реформу в НАТО и положить конец противостоянию между Альянсом и Россией. Об этом он заявил в ходе своей предвыборной речи в английском Йорке. «Президент Макрон прав, настаивая на том, что НАТО должно измениться, добиться деэскалации конфликта с Россией и более широко смотреть на наиболее серьезные угрозы нашей общей безопасности». При этом он заявил о необходимости самостоятельного определения Великобритании и своей внешней политики, а не под влиянием других стран. Глава Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев отреагировал на заявление лидера английских либористов. «Мне представляется это заявление частью предвыборной борьбы в Великобритании. Предстоят внеочередные выборы, и каждая из партий отчаянно ищет хоть какие-то темы, которые могут зацепить избирателя. Но если российская тема действительно созрела в Великобритании до такой степени, что ее можно развернуть на 180 градусов и начать набирать очки за счет призывов улучшить отношения с Россией – это признак некоего выздоровления британского общества». По словам парламентария, если Корбин не ошибается и правильно улавливает настроение народа, то это интересная тенденция. «Но пока я бы не стал преувеличивать ее значение. Это заявление предназначено не для России, не для Франции и не для НАТО. Оно предназначено исключительно для внутреннего потребления, и исход этих дискуссий абсолютно непредсказуем, ровно как и малопредсказуемы британские выборы, предстоящие в конце этого месяца». Напомним, что парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. По данным опроса ЮГОВ, проведенного 18 ноября, разрыв между консерваторами и лейбористами сокращается. Тори поддерживает 42%, лейбористов – 30%.